итак здравствуйте дорогие интернет-зрители с вами снова scuder и это очередная серия прохождения гран-туризма 3a spec со второй playstation ну что же в прошлой серии мы с вами использовали вновь незабвенную нашу mazda mx5 miata ну и прошли чемпионат японских машин восьмидесятых годов ну а в этом и кстати заработали вот этот вот болидик там ну а в этой серии мы как раз таки его с вами будем испытывать в боевых условиях ну и так как он у нас четырех выдавый конечно первую очередь мы закроем очередной пробел в чемпионате в лиге в лиге точнее начальной ну и пройдем здесь чемпионат 4 в.д. так как он у нас тюнинговый этот sky он у нас от чуть не сказал телекомпании низма тюнингового ателье низма вот и в общем не стоковый ни разу уже прокачанный больше 400 лошадей ну и вот видите я не забыл выключить сразу электронику так что приступаем думаю что изначальных мощей его затюненных хватит для того чтобы противостоять нашим здесь соперникам потому как это все таки тоже уже не первый чемпионат здесь они уже прокачаны вот но sky у нас на стоковой резине на стандартной но с под затюненной подвеской и двигателем ну в принципе да отрываемся от них трасса deep forest ну и кстати говоря четырех водовая машина тоже у нас сейчас впервые тоже надо будет несколько привыкнуть к ее управлению тем более что на обычной резине дорожной конечно скользит он как будто на на льду вообще конечно в идеале ему бы конечно надо было резину слик купить но сначала пройдем этот чемпионат вообще планирую если все нормально гладко пойдет то тоже пройдем два чемпионата в этой серии вот ну и перед следующим чемпионатом уже улучшим наш агрегат потому что там уже в такой конфигурации вряд ли получится на равных сражаться дальше ну а здесь пока все нормально принципе выдовая машина на такой резине она ну с чем чем-то схожа поведением с заднеприводной немножко конечно лучше держит дорогу все-таки все четыре колеса гребут но здесь явный акцент на заднюю ось сделан поэтому все-таки избыточная поворачиваемость есть небольшая но это нормально скользит конечно довольно серьезно стандартная резина для такой мощности это уже совсем не то пальто то если машина еще стоковая не шибко мощная тогда еще можно на таких мощах уже сложно на стандартной резине воевать так ну вот без особых проблем почти 6 секунд привезли соперников мы даже практически не видели на с вами так ну смотрите 95 тысяч вообще в планах у меня накопить побольше денег вот когда наверно больше сотни если получится конечно накопить вот и после этого пройдем наверное мы лицензию так какая она здесь а раллийная раллийная лицензия и пойдем в раллийный чемпионат там уже дают прокаченные тачки полностью вот но для этого нужно самим будет купить какой-то раллийный аппарат прокаченный поэтому вот ну в принципе собираем сейчас деньги на что-нибудь раллийное там уже по идее повеселее должно пойти она и часто уже вот когда зарабатываешь какие-то стоящие машины которые годятся для дальнейшего прохождения конечно это гораздо удобнее интереснее так денег конечно в разы меньше тратится на покупку машин не нужно тратиться а вот дают их вот так вот за чемпионаты поэтому ну это всегда удобнее и лучше ездить на заработанных машинах по крайней мере в начальных стадиях прохождения так ну это у нас у ее но вот несет да особенно таких скоростных поворотах среднескоростных чувствуется прям мидфилд рейслейн здесь уже кстати они по моему так сильно не отстают правда этом пару раз ошибся опять же в третьей гонке будет видно смогут они к нам приблизиться или нет вообще sky конечно классно одна из вообще моих любимых машин гран туризма правда не r32 r33 самый любимый у меня кузов это 33 следующий который за этим идет вот но и 32 конечно именно гтеровский аппарат конечно четкий я очень надеюсь что нам пригодится и дальше не только в чемпионатах 4 вд ну и дальше благо у него возможности по тюнингу очень широкие то есть вот из этого аппарата можно уже очень серьезного зверя сделать поэтому принципе можно его использовать даже уже в каких-то там серьезных гоночных таких чемпионатах и прокаченные тачки будут на правда надеюсь что к тому моменту мы уже заработаем что-то еще более крутое но sky можно использовать практически в любой гонке куда его пускают плохо техническим характеристикам вот так ну вот очередную гонку мы проехали опять по сути никого не видели так и следующая гонка по моему у нас это великая ужасная r11 не настолько великая не настолько ужасная конечно каково она была раньше но тем не менее да точно ну хорошо что хоть прямо они в обратку вот r11 и на ней уже сами соперники станут мощнее да и трассы не подарок так что думаю что здесь будет уже гораздо сложнее ну ладно посмотрим вообще конечно хочу помимо вот skyline еще самую свою на любимую машину здесь опробовать это nsx а honda nsx ну он нам нужен будет и для среднемоторных чемпионатов проходить их что ни на чем больше пройти ну в смысле пройти то можно и есть еще здесь машины среднемоторный но nsx конечно это царь и бог поэтому тоже вот такая одна из подцелей или заработать ну либо же можно купить honda nsx лучше конечно заработать с деньгами до сих пор напрягив принципе стоит час одну какую-то более-менее крутую машину купить и все денег не будет правда если это будет раллиный аппарат то на ней можно будет уже зашибать бабосики в районном чемпионате не вот это место все-таки нравится это аналог того что было на старом r11 здесь принципе тоже неплохо сделано то есть еще красиво так рождественская там такая обстановочка прямо песенка на ум приходит из рекламы праздник нам приходит праздник нам приходит всегда кока-кола вот могли бы оценить мы сейчас великолепные вокальные возможности просто с детства еще эта песенка в душу запала хотя на самом деле кока-кола говно никому не советую ее пить но реклама была прикольна вот так но в принципе я ожидал худшего я вот ожидал что-то такого что было на мазде у нас тогда что прям придется в каждом повороте отгрызать по сантиметру у них кусочки трассы но нет как-то так вперед вырвались в принципе неплохо первый круг провели ну думаю дальше тоже проблем особых не должно быть главное слишком сильно не тупить так вот это место кстати тоже этот поворот интересный такой просочиться тут надо не совсем хорошо вошел медленная связка не трассы конечно классно правда темноватая немножко вот r11 действительно она такая темная р5 как-то посветлее от медленных поворотах почти себя ведет как заднеприводная машина ну это можно будет исправлять 5 ему lsd-шные мосты и играть настройкой уже с помощью ну в общем крутящего момента на каждом из на каждой из осей а пока да пока вот стоковом варианте он такой больше на заднеприводную похож все-таки так ну сейчас мы финишируем и да у нас там будет почти 100 тысяч плюс еще машины должны дать какую-то машину наверно которую здесь дадут и и продадим вот и принципе можно будет но мощность у него действительно очень хороша повезло нам с этой машиной вот ну смысле как повезло я именно ее и хотел заработать вот и купим наверно только резину да и все что мощей в нем ну задел есть по мощности хорошей так снова audi пришла вторая так 99000 так что же нам дадут то сейчас и тогда да не ахти конечно тапок ладно не в машине тут дело просто дело было в принципе пройти 4-х удового чемпионат так сейчас в общем как я и говорил идем в тюнинг-шоп и первым делом покупаем покрышки гоночные так мы возьмем тоже на на медиум принципе неплохо неся показали на их тушечки так и давайте наверно все таки немножечко ему мощности добавим самый дешманская такая запчасть компьютер воткнем ну и думаю хватит можно отправляться покорять непокоренных так ну и здесь тоже выдовый чемпионат вот здесь уже он конечно же серьезный здесь уже пятерку дают за победу ну и призовая машина по идее здесь должна быть ну в общем хорошая тоже в дальнейшем сможем ее использовать ну ладно об этом чуть позже так а первое у нас супер спидовой так здесь кругов больше 5 ну а и резина он опять появилась здесь уже резина стирать интересно это во всех гонках будет либо только здесь на супер спидовой вот только пять кругов остальных поменьше будет не знаю хотя раз есть датчик уже стирание резины соответственно наверное на весь чемпионат это будет распространяться вряд ли вы не для одной гонки это сделали внутри одного чемпионата так что наверное по пять кругов будет в каждой гонке так ухты смотрите-ка импреза впереди причем импреза в этом в рэйкс смотрите-ка эти напрямую уже очень достойно себя ведут прям практически на равных хорошо кстати что я компьютер все-таки прикупил потому что наверное не было бы тогда у нас решающего преимущества если бы не эти вот лишние там 13 лошадей которые вовсе не лишние сейчас более то у нас сейчас чуть круговая трасса обычная а вот на следующих то будет посложнее уже там как бы не пришлось для третьей гонки вообще еще под прокачивать наш скальчик ну ладно надеюсь сдюжу нет все таки красавец скайлайн ну вот еще бы 33 был бы и вообще был шикарный обожаю 33 кузов 34 мне не нравится вообще почему-то ну не знаю такое у меня в отношении какой-то он неказистый вот и ну дальше конечно gtr gtr в вине конкуренции а вот чисто скайлайн и новый тоже не нравится вообще зачем они вообще это сделали взяли разделили скайлайн и gtr на две разных абсолютно модели мне кажется зря они это взяли нарушили правопреемственность которую сами же годами создавали а в принципе это не только у них из ближайших примеров что у нас там есть у хонт тоже такое разделение до этого аккорд inspire по моему до 2000 года что ли до него с 9 был был аккорд inspire а потом тоже взяли разделили на отдельно аккорд и на отдельно модель inspire так что практикуется такое ну со скайами не зря прям печалька так ну ладно это так скажем гоночка была для разминочки последний круг лучше приятно всегда когда последний круг лучше так пятерочка хорошо ну по сути почти отобьем те деньги которые потратили на покрышки главное не потерять много ну это я о том что так и прикат хил в обратку сейчас чтобы не пришлось еще его тюнить для последней гонки сейчас посмотрим как на нормальном таком треке кольцевом как они соперники будут себя вести но здесь то думаю еще будет нормально здесь думаю справлюсь а вот третья гонка там у нас еще в грандфолии по моему ух ты как удалось без букса стартовать правда их что-то упустил на старте еще хорошо они кстати со старта то ушли все выдовую уже в точку уходят так гтв-шка так о скай тоже наверное гтр-овски просто так это чё такое ауди что ли так кто же ауди импресска опять и лидирует похоже лансер шестой вы смотрите импресса вообще на равных идёт а тут ведь еще и резина стирается это ладно на круговом этом треке там особо не отражалось а здесь уже гораздо серьезнее будет и стираться ух ты что ты так замедлился то блин прям подставился я ваш вынесла нехорошо так подставляться то это называется брейкин тест в гоночном мире тема наказуемая в картинге бывает так делают упыри есть такие так ну вот вперед в принципе вышли лидируем но все еще зависит от резины тут тоже надо аккуратненько ехать стараться не вылетать беречь покрышечки на солнце сейчас смотрел и как в корпусе блики играют ну блин опять же говорю если я ни слова не скажу о графике это прям буду я я не я солнечные блики конечно великолепно в корпусе играют в корпусе нашего болида так на второе место им проезда вышла а в принципе да лансер это я закосячил вылетел так чтоб слепстрим им не давать уходим вправо так аккуратненько тоже здесь левая сторона стирается больше ну да здесь больше правых поворотов на FTO если помните такая же ерунда была левая сторона стиралась быстрее ну то что тут такие скоростные повороты как раз правые у них больше всего нагрузка такая на левую сторону ложится вот этот например поворот затяжной такой скоростной преснопамятный предпоследний поворот блин как меня на и втулхе когда тут дрюкнули перед самым финишем надеюсь сейчас не повторится ну кстати действительно вот может они вот ввели это истирание покрышек на пяти круговых даже гонках с одной стороны действительно интересно оно как-то разноображивает геймплей но видимо как-то не прижилось все-таки потому что в четвертой части такого нету так блин полтора круга еще уже краснеет левая передняя но чувствую да так же само будет надо прямо на финише очень аккуратно будет ехать потому что довольно близко оторваться не удается и могут они тут тоже к концу круга настичь следующего я не буду у вас эх все передняя левая испустила дух ну а то ромовато блин а если б я еще мягче резину купил у меня вообще на третьем круге кончалось бы кстати в этой связи вот интересно проверить это уже надо будет где-то как деньгами разживемся купить на какой-нибудь вот такой чемпионат пяти круговой где крышки стираются комплектом супер софта например ну чё неужели он блин за два круга убьется или тут как то все таки ну не знаю физика может под это дело изменится чуть-чуть и тоже не так быстро станет и стираться супер софт например тот же так да уже в этом повороте и скорость меньше и тащит недостаточная поворачиваемость прям наружу вытягивала ой чуть было рано не завернул так 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 аккуратнее блин ну подобрались 1.7 но не критически ладно хотя резина уже вообще умерла передняя ой так ну вот здесь конечно поинтереснее уже было с ними сражаться были нюансы так скажем так восемьдесят пять тысяч ну еще пятерик да так ну что же сейчас будем смотреть третья гонка должна стать решающей сдюжит нас наш скай или нет смотрим так ребята и скай ну не сдюжил в общем я ничего не менял это вторая моя попытка первую я тоже решил не записывать потому что случилась ровно та же ситуация какая была с фтеохой вот на априкат хилл о которой я говорил они буквально за два поворота до финиша ну не они а один точнее соперник проскочил вперед меня ауди с 4 и отбиться я не смог от нее а все почему потому что здесь в самом начале пятого круга резина умирает просто ну то есть гранд воли видимо более жестко расходует резину не знаю есть ли тут параметр абразивности асфальта либо просто ну повороты так вот сжирают первые первая передняя резина умирает просто в конце четвертого круга и все и вот мне удалось тогда оторваться секунды на три и к концу круга вот у меня достал соперник и атаковал в последней шикане подлец так что это вторая попытка и я сейчас буду стараться беречь резину оторваться тут в принципе от них ну так и держал где-то отрыв от них в пределах там трех трех с половиной секунд но этого не хватило сражение конечно было напряженное очень там два раза перекрещивали траекторию с этой ауди но блин ушел он ушел от меня лучше ему удалось сберечь резину подлец подлец такой вот здесь он перекрестил траектории ушел вперед в последнем повороте я уже не смог ничего сделать здесь хорошо с убитой резиной здесь на полном газу этот поворот не пройдешь еще больше от меня тут оторвался ну ладно пока резина в хорошем состоянии никаких проблем в принципе sky тянет все все хорошо и по мощности ну вот резина резина конечно это очень 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 такой большой нюанс очень весомый ну в принципе да гранд воли здесь гораздо больше таких среднескоростных поворотов и скоростных поэтому видимо ну резина поэтому быстрее убивается хотя причем именно передняя то есть нагрузка на передний мост гораздо больше ну тут в принципе и жестких торможений больше с довольно высокой скорости поэтому видимо именно передняя ось страдает вот видите второй круг только второй круг еще середина а уже резина передняя желтая уже желтая блин не удастся наверное ее сберечь так ну надо будет просто внимательнее ехать я тут в принципе сам ошибку тогда допустил что пустил его вперед просто не ожидал что он так лихо проскочит траекторию не закрыл ему сейчас в принципе даже если так же резина убьется буду уже по умнее ой 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 это нехорошо так нельзя делать правда сейчас и отрыв от преследователей чуть меньше чем был тогда не а sky мне нравится классная машина хорошо что мы его заработали хорошо что мы его заработали прекрасная тачка ему еще подвеску поставить гоночную и вообще он будет как вкопан идти у него скорее всего тогда правда появится небольшая недостаточная поворачиваемость но это вот как раз то что мне надо кстати заметьте что вот этот поворот изменен в котором только что были в первой и второй частях а также в последующих он ну как бы вернули ему обычную конфигурацию почему то именно здесь в третьей части он заметил переработан то есть он там так то по идее должен из двух правых состоять поворотов сейчас он сделан как целиком затяжной такой правый если вы поняли вообще о чем я говорю но на следующем круге обращу внимание еще раз так концовка третьего и уже такая прямо оранжевая ближе к рыжему нехорошо нехорошо рано рано стирается все равно еще два круга целых хотя все таки по моему не так быстро тоже здесь скользил слишком долго вот эти вот торможения перед песочными поворотами конечно не сильно ударяют по резине передней вот так сейчас вот про которые поворот говорил вот левый все правильно затяжной и вот правый по идее тут первая часть потом небольшой прямик и еще одна доворот вправо а тут он сделан целиком одним правым длинным поворотом одним правым длинным поворотом первая часть если вы помните во второй он сделан именно здесь двумя частями и в принципе потом в пятый шестой сейчас тоже он такой же вернули ему обычную конфигурацию ну видать эксперимент проводили какие-то но не зашло блин вот это место красивое вход въезд в туннель вообще такая массивная скала прям прямо монако да так вот все практически умерла резина в медленных таких вот шпильках абсолютно уже не ввинчивается машина так и хочет распрямиться ну ладно момент истины сейчас надо очень собрано ехать мне кстати круги все таки получше сейчас не знаю в принципе в скоростных поворотах не так ощущается но нормально пока нормально все резины нету просто передней резины нету ой 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 как блин не хочет просто вкручиваться так из этого приходится сильно перетормаживать на более низкой скорости ходить поэтому они догоняют ну благо у них конечно тоже резина уже подубилась поэтому они не так догоняют как могли бы но все равно потихонечку достает блин аж руки вспотели кошмар вот в этом повороте много теряю когда покрышки стерты прям я его тогда в туннеле прям сильно подпустил ай-яй-яй ох шо не вылетел так момент истины ну вроде бы да сейчас он не так подобрался ко мне все таки я туннель лучше прошел да он близко но фух да они там еще затеяли борьбу между собой отлично фух а тогда он в одного ехал прям меня преследовал и ему удалось обойти меня фух хорошо всего одна и четыре осталось фух блин такая гонка насыщенная блин пнул за рану после финиша можешь чего угодно делать так девяносто три тысячи по моему мы абсолютно горнулись к той же сумме на которой у нас и было так смотрим должны дать классный болит да отлично на тебя я парень не рассчитывал это lancer evolution 7 четкий агрегат он нам ребята тоже пригодится есть именно чемпионаты конкретно под evolution сейчас посмотрим где-то в конце они тут должны быть алтеса type r а вот здесь видите evolution и только это у нас средняя лига и в начальной то же самое есть по моему evolution если я не ошибаюсь ага да точно так что прекрасно что мы получили тоже этот агрегат воспользуемся естественно им продавать не будем так а вот я кстати хотел же продать эту suzuki и так и не продал давайте от нее избавимся ну тоже дали 4 в.д. в.д. офигеть 4-х вдовы болит да круто нам такое не нужно так а забыл одну вещь сделать ритуальную прямо таки я же говорю перед тем как ставить в гараж надо машину отмыть чистенькая встала в гаражик так и давайте наверное еще масло сменим потому что она и абсолютно новая но по идее чуть мощности должно и поднять это вот все вообще просто сверкает как новый вот такой вот красавец lancer evolution 7 gsr так ну вот прошли мы как я и планировал два чемпионата давайте теперь прощаться спасибо вам огромное всем что смотрели надеюсь что вам понравилось также как и мне гонять на skyline чеки низма вот ну и собственно говоря следующей серии продолжим не знаю может даже следующей серии уже и пройдем ралейную лицензию и попытаемся что-нибудь в ралли изобразить посмотрим ладно решу но так всем спасибо еще раз огромное что смотрели подписывайтесь на канал подписывайтесь на группу вконтакте все ссылки есть под этим видео также на главной странице канала все это есть ну и с вами был как всегда скудер с канала ни слова об играх ну и всем пока-пока увидимся в следующей серии